Сказал, что греческая команда освоилась на поле, не удалось киевлянам забить быстрый гол. Всегда вот такой быстрый гол каким-то образом влияет на характер игры. Ух как! Удар и мяч в воротах. Только хотел сказать, как киевляне так неосмотрительно оставили Лаганикакиса около своих ворот совершенно неприкрытым. Он получает мяч и с лету бьет по воротам. Мяч оказывается в ближнем углу. Обратите внимание, три киевлянина и ни один из них не опекал 11 номера греческой команды. Ну, это вопрос о том, что греки освоились на поле киевского стадиона, освоились с обстановкой, освоились манеры игры киевской команды, как-то немножко сбили наступательный порыв киевлян, который продолжался минут 20, наверное, 25. И вот теперь вышли. Красно Кардаш возмущается. Он толкал в спину соперника, который овладел мячом. Подача в штрафную. Удар. Гол. Наконец-то киевлянам удалось реализовать свое преимущество. Это Сергей Ребров в очередной раз отправляет мяч в ворота соперников. Почему я говорю в очередной раз? Он является одним из самых результативных игроков Лиги Чемпионов. Если мне память не изменяет, это его четвертый мяч в Лиге Чемпионов. Один-один. И вполне достаточно времени для того, чтобы изменить результат в свою пользу. Пытался угадать направление... Мяч забыл Сергей Ребров. Направление удара Банзик стал падать в левый угол, а мяч попал ему между ног. Обратите внимание. Очень физических. Вот эта вот ситуация, в которой они оказались после пропущенного мяча, на физических усилиях наложила еще и психологическую определенную нагрузку. Поэтому... Какой нелепый гол! Какой нелепый гол! Но все-таки я отдам предпочтение характеру. Характеру и воле киевских динамовцев. Защитник греческой команды выбиловал мяч из вратарской площадки. Попал в своего игрока. Это Басинос, по-моему, выбивал. Попал в спину своего игрока. И мяч оказался в сетке собственных ворот. Ребров подает угловой удар. Удар головой, поворотом. 23 номер. Это Киасас. Попадает в спину Басиносу. И мяч оказывается в верхнем углу греческих ворот. Бессилен был Банзик. Ну, наверное, минут 7-8 до окончания матча. 2-1. Динамовцы впереди. В исключительно важном для них матче. Ну что же, в конце концов...